Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 20 сентября и есть прям вот несколько хороших новостей для Украины. Итак, в зоне досягаемости украинского оружия, оказывается, есть еще 7 крупных ракетных арсеналов. Эта новость вызвала панику в прокремлевских пабликах. В общем, специалисты разобрали, это, кстати, не тайно, где они находятся, что за арсеналы, где, кстати, некоторые из них расположены прямо встык с населенными пунктами, где население там несколько десятков тысяч. Поэтому, что будет, если сдетонируют такой арсенал, сложно даже предположить. Ну и, если учесть, что до арсенала второпцы расстояние больше, чем до Москвы от границы с Украиной, тут следует задуматься. Вот украинская поляныца, она же может прилететь не только в арсенал, который находится на расстоянии 470 километров от границы, но и в Москву, которая находится на расстоянии 450 километров от границы. Поэтому в ближайшее время в Москве будет наблюдаться, скорее всего, дефицит чемоданов из-за аномального спроса Кремля. Ну а Кремль, кстати, пригрозил Страсбургу ракетным ударом. За что? Об этом тоже в сегодняшнем выпуске. Про страшную обиду Кадырова и про абсолютно людоедский спич Валентины Матвиенко на женском форуме. То есть все это будет сегодня. Подпишитесь на этот канал, если вы здесь впервые, чтобы не пропустить новые выпуски. И давайте разбираться. Итак, от 100 до 700 километров до каких арсеналов Российской Федерации могут достать вооруженные силы Украины? Ну, в общем, на самом деле это же никакая не тайна, где эти арсеналы находятся. Куча было обзоров, где они на картах, где они там. Сям со спутника можно всегда посмотреть. Я, кстати, каждый рассмотрел, и там много всего интересного. Так вот, арсеналы главного ракетно-артиллерийского управления могут находиться в пределах досягаемости новейшей украинской ракеты «Поляныца». Так оно и есть. И речь идет об арсеналах, которые вот на дистанции до 750 километров находятся. Потому что, согласно инфографике, которую показывали в презентации про нашу «Поляныцу», там речь идет о расстоянии 750 километров, дальности. Так вот, семь крупных арсеналов. Причем, что интересно, два из них точно так же были по программе модернизированы, как второпцы. То есть, их там закапывали, прикапывали, бетонировали. Но, судя по всему, не сильно это помогает, закапывание, прикапывание. А остальные пять, вот можно сказать прямо, они практически не подземные. То есть, стоят наземные сооружения, в них хранят ракеты разные, старые, новые и так далее. Если кто-то, ну, захочет повозмущаться, мол, зачем вы об этом говорите, россияне об этом узнают, они все прекрасно знают. Я вам больше скажу, им некуда из этих арсеналов эвакуировать ракеты. Все, что они могут сделать, рассредоточить по более мелким складам, уже не арсеналам, а складам. Но это все будет на поверхности, оно будет просто лежать под открытым небом, под рубероидом фактически. Поэтому спрятать эти ракеты они не могут. Они теперь будут сидеть и ждать? Так, один из семи арсеналов куда же прилетит. Поэтому, и, конечно, они переживают. Они у себя истерят в пабликах и всячески возмущаются. Как докатились до того момента, когда арсеналы ракетные просто взлетают на воздух. А вот тот, который взлетел, как мы уже с вами говорили, он один из самых новых, один из самых таких укрепленных. И там, да, там были С-300, С-400 ракеты, Искандеры, Кинжалы были, северокорейские КМ-23 запас там делают. То есть там было все новенькое, хорошенькое. Ну, так вот случилось. Так вот, семь арсеналов. Значит, как говорится, кому приготовиться эвакуироваться? А, значит, Карачев, Брянская область, там 67-й арсенал, это всего 120 километров. Он не очень большой, 3 квадратных километра. Ну, то есть средний. 3 на километр, то есть территория, представили, да? А арсенал в Торопце, который взлетел, он 5 с лишним квадратных километров. Он почти в два раза больше. Ну, понятно, что Торопец, 23-й арсенал. Это Тверская область, тоже там, где Торопец. Там же, в селе Октябрьское. 470 километров до Торопца, 480. То есть, все прекрасно. Киржач, Владимирская область, 3 квадратных километра. И один из самых больших, Эсина, это Владимирская область. 650 километров. На 100 меньше, чем дальнозаявленная Поляныцы. Почти 7 квадратных километров. Арсенал. Вот вам, значит, так сказать, супер жирная цель. Еще раз подчеркну, если россияне захотят спрятать оттуда ракеты, куда-то вообще увезти их, ну, во-первых, момент перевозки, во-вторых, они этого делать не будут, и в-третьих, тогда эти ракеты не смогут бить по украинским городам. То есть, в этом тоже есть плюс. Но я сомневаюсь, что они захотят спрятать. Они надеются всегда на авоси, на то, что их супер-мегабетонно-армированные укрытия всех спасут. Как их спасали? Мы видели там просто ядерный апокалипсис в Торопце случился. Там какое-то подземное извержение. То есть, кому-то показалось похожим на вулкан, кому-то на ядерный взрыв. В общем, ярко. И скажу так, арсеналы, которые несут смерть, они принесут смерть только уже на своей там территории. Ну, и вот в Моздоке есть еще один интересный, Северная Осетия. Все есть координаты, все это есть в нескольких километрах от аэродрома. Вот этот находится, кстати, модернизирован тоже по программе генерала Булгакова. Мы с вами говорили, что тот, кто модернизировал эти арсеналы, он 26 августа был арестован по делу о коррупции, там еще о чем-то. В общем, таким как Булгаков, после войны будем вручать грамоту от ГУР, от СБУ. Молодец, Булгаков. Сколько украл, неизвестно. Программа завершилась в 2018 году модернизации. В общем, сюрпризов, пасхалочек, как говорится, заложил много этот Булгаков. И все остальные, кто воровали там. Так что, вот такие вот дела. Кстати, по поводу вот этих всех арсеналов, складов техники, систем ПВО, прочих координат, каждый из нас может приблизить победу Украины и помочь украинскому ГУР, главному управлению разведки. ГУР уже некоторое время назад запустила свой ГУР-бот, в который любой желающий может отправить необходимую ценную информацию для победы Украины. Координаты, перемещение техники, адреса явки паролей, документация, кадры, секретка. Ну, в общем, все, что, как говорится, есть, все, что может быть полезным. Ссылку на этот ГУР-бот я оставляю прямо в описании под этим видео. Ее же вы можете найти на официальном канале ГУР. Ну, можете отсюда перейти, можете оттуда. Или же вот QR-код в уголочке этого видео. Поэтому там система двухуровневая. Сначала определяют ценность вашей информации. Если она ценна, действительно, то переводят вас на закрытый, защищенный канал общения. Поэтому присоединяйтесь. И новость, которая, я думал, это шуточная какая-то была, на самом деле нет. Кадыров отличился сегодня. Он периодически, он каждый раз, когда выходит в инфополе, он отличается. И вообще для меня это удивительная история, как такой человек, как Кадыров, семья, которую он награждает орденом Кадырова, детей Кадырова, сам Кадыров награждает. Поэтому удивительно, как его героизировали россияне. Это те россияне, которые гоготали во весь златозубый рот над фильмами «Брат 2», «Брат», там все эти криминальные фильмы, где очень такое уничижительное отношение было к жителям Северного Кавказа. Ну, вы все эти фразы помните. Просто это был топ. Вот тогда было нужно раскачать ненависть, сейчас прям любовь-любовь. А наши воины, Ахмад, Алаудинов наш герой и так далее. Так вот, Кадыров, немножечко он пообиделся, написал «Некрасиво поступил Илон Маск, дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает». Вы наверняка помните его подарок «Кибертрак», который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами, демонстрировала маневренность, хорошую защиту экипажа, какую там стекло просто в полмашины, ладно. Так вот, недавно Маск удаленно отключил «Кибертрак». Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну, как так, Илон? Разве так делается? Пишет Кадыров. Удивительный персонаж, я вам хочу честно сказать. Кстати, наверное, может быть, Илон Маск или Кадыров забыл, что Кадыров же его Илоной называл. Это тоже, кстати, не очень по-мужски. И 14 марта 2022 года он ответил Илону Маску, который хотел вызвать Путина там на какой-то спарринг или на ринг, уже не помню на что. Он ответил, что Маску с Путиным тягаться нельзя из-за разных весовых категорий. Ты в красном углу ринга бизнесмен и твиттерный блогер. Это Кадыров Маску. Бизнесмен и твиттерный блогер. Ну, бизнесмен деньги зарабатывает, а Кадыров тупо заливается просто бюджетным баблом российским. Ну, тоже бизнесмен. Ну и не твиттерный, а тиктоковый блогер. То есть тут нормально. А Путин, пишет, продолжает Кадыров, в синим. Мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Напомню, это 22-й год. Мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Стратег и мировой политик. Ну, какой он стратег, все уже поняли давно. Какой он мировой политик? Удел его теперь там спрашивает. Алло, Монголия, вы меня арестуете? Нет? Ну, ладно, я к вам тогда приеду. Удел его Иран, Северная Корея. Ну, максимум страны Центральной Азии. Вот он, мировой политик. Ну, изгой. Кстати, вот Кадырову интересно было бы задать вопрос. Без имени сначала. На этим мы ж умеем. Как бы он ответил на вопрос, вот как он относится к пожилым мужчинам, которые прибегают к всяким косметологическим операциям для омолаживания, красят брови и целуют детей в живот чужих? Не подсказывайте, да? И, конечно, Кадыров, он же на каком-то шмелином языке разговаривает, рычит постоянно. В общем, я думаю, он бы не понял сначала про кого, что речь про пляшизавра или старика Акабаева, как мы его с вами называем. Так что, думаю, ответ его бы удивил. И, заканчивает Кадыров, президент России будет выглядеть не по-спортивному, если будет бить более слабого противника. Нападение на Украину. Как вы думаете, Россия считала Украину более сильным соперником, противником и напала, мол, на слабых не нападаем? Конечно, нет. Оказалось, все немножечко иначе. И третий год чемоданный этот полутораметровый завоеватель не знает, как из этой войны вылезти. Ну, честно говоря, с Кадыровым там все понятно. Он такой, когда хочет брутальным казаться, он падает, начинает отжиматься там или какую-то машину зачем-то. Стоит машина, он к ней подбегает, начинает ее тянуть в разные стороны, пытаться рыщать там на нее. Это весело. Значит, если вы думали, что это конец с кибертраком, с Илоном Маском, с машиной, которая уехала как будто в зону СВО, то вы сильно ошибаетесь. Он Кадыров, после того, как ему отключили этот кибертрак, он снял ролик про два новых кибертрака, две новых машины, тоже с установленными пулеметами, в зеленую краску, в зеленый цвет покрашенных. И они где-то катаются в неузнаваемом лесочке, я думаю, где-то в Чеченской Республике, и стреляют, знаете, как любят ранний Болливуд. Сначала первый кадр стреляет, а второй кадр бабах, что-то взрывается. Никогда в одной перспективе, в одном кадре вы это не увидите. То есть вот такая охота на дронов с кибертрака. И Кадыров сказал, что он эти две машины точно отправит в СВО, их отключение не коснулось. Это очень смешно. Я просто напомню, это электроавтомобиль. Значит, много вы в окопах зарядок для электроавтомобилей? Да вообще, о чем мы говорим? Машина, которая не предназначена ни для каких этих СВО. У меня такое ощущение иногда, что Кадыров как ребенок такой. Ах так, как он отключил мне кибертрак? Ну хорошо, давайте снимем какие-то два и скажем, что мы еще два. Нет, десять, давайте 500 кибертраков отправили в зону СВО. Ну, давайте удивительную дальновидность Кадырова в сторонку отложим и скажем так, что любые кибертраки, которые поедут, не поедут, которые будут показаны... Я вообще на месте Маска все кибертраки на территории Чеченской Республики заблокировал. Вот это был бы номер. А он, наверное, так и сделает. Ну и немного еще новостей от кадыровских чиновников. Теория Дарвина противоречит религиозному воспитанию и способствует духовному разложению детей. Поэтому ее нужно убрать из школьных учебников, заявил помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. Значит, он это предложение российскому министру просвещения Кравцову адресовал и добавил следующее. Ну, это все, мол, теория Дарвина, это фигня. Это ее нужно убрать. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям? В смысле, кто должен признать? Почетный академик Российской Академии Наук, Кадыров, кто же еще? Сюда должен выйти и сказать, это Дарвин, чисто черт. Все, и тогда убираем из учебников. Тут, по-моему, все понятно. Полетели хорошие новости. Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России за 425 депутатов против 131. Вот эти 131 я еще доберусь до этого списка, посмотрю, разберу, что это за такие нехорошие люди, евродепутаты. Ну и тут не все. Европарламент на этой неделе просто в ударе. Выдать международный ордер на арест Мадуро, признать главой Венесуэлы, лидера оппозиции Эдмунда Гонсалеса Урутия. Значит, Мадуро – это диктатор венесуэльский, дружбан Путина, почетный член клуба диктаторов, кодла вот этого диктаторского. И, конечно же, с Путиным они... Там даже завод... Путин оружие в Венесуэлу регулярно поставлял и хотели строить даже завод по производству автоматов-калашников. Деньги выделили, завод не построили. Ну, в общем, свой своему, как говорится. Кто-то там украл деньги, никто не представляет, кто. Так вот, недавно у Мадуро, мало ему вот этого ордера, так ему... у него еще истерика случилась. Его два личных самолета арестовали в Соединенные Штаты. В Доминикане хлопнули два самолета. А вот чтобы понимать, для диктаторов самолеты – это их слабое место. То есть они все равно куда-то летают. Вот, скажем, один из этих самолетов всего один рейс на Мальту делал, когда еще там с Мадуро были нормальные отношения. И он или его семья, или его чиновники, они пользуются этими самолетами. Достать их, ну, очень сложно. То есть тут очень сложно. Условно говоря, иногда прибегают даже к такому варианту. Покупают самолет, какая-то подставная фирма, самолет взлетает, потом экстренно садится где-то там, условно, в Иране, который под санкциями находится, и все. И режим себе забирает этот самолет. Вот эти самолеты для Мадуро и так, и эдак, их так сложно было достать. Достали, полетели в Доминиканской республике США, арестовали в Южный округ Флориды, по запросу США отправляют. Поэтому Мадуро там истерика, истерика. У них же слабое место не только самолеты, яхты, недвижка. Они на родине не сильно хотят, там опасно всегда. У диктаторов всегда какие-то негаразды украинскую мову. А вот там где-то отдохнуть, понежиться на Лазурном бережку где-то. Это они любят. И семейки их любят. Или вот Путин, например. Все хорошо, обожаю родину, люблю, но рожать будет Кабаева в Швейцарии. И жить там довольно долгое время она жила. Ну то есть вот это их слабое место. И поэтому Мадуро там бьется в истерике. Вы воры, негодяи. Угадайте, угадайте, кто осудил. И назвал это воровством. Вот это вот воздушным пиратством. То, что у диктатора Мадуро отняли, ликвидировали, экспроприировали, если хотите, самолеты. Россия. Мария Захарова. Она написала, что арест лайнера Мадуро, борта номер один Венесуэлы, это воздушное пиратство. Серьезно, воздушное пиратство? 23 марта 2022 года. Россия отказывается возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов на сумму 20 миллиардов долларов. Помните, да, что тогда произошло? Начали попадать под санкции самолеты, которые Россия, ну, фактически, арендовала у западных компаний. Россия просто 500 бортов, Airbus, Embraer, что там еще, Boeing были. Она просто их не выпустила, зажала у себя и сказала, теперь-то наши, все, не отдадим. Мы оставили сразу весь парк, заявил тогдашний министр транспорта. То есть, вот это не воздушное пиратство, 500 украсть самолетов. Ну, в общем, если бы Россия тогда просто не украла все эти самолеты, у них бы не на чем сейчас было летать и совершать внутренние рейсы. Но там ведь этим все не закончилось в России. И после того, как количество инцидентов, помните, с каждым месяцем начало расти количество инцидентов с этими самолетами, которые Россия украла. То есть, да, авиационный каннибализм, да, какие-то самолеты разбирали, запчасти выходили из строя, переставляли их на другие. Но количество инцидентов начинало прям расти очень заметно. В конце этого года, уже когда там в поля осадились Боинги, когда бились хвостами, носами, там чем угодно, закрыли эту информацию. Теперь вы не услышите, она замалчивается. Это если не грохнется плашмя где-то весь борт, тогда, может быть, нам и расскажут об этом. Так вот, во-первых, авиационный каннибализм, да, но там есть детали, которые, ну, даже снять и поставить не так просто. Во-вторых, Россия начала заменять запчасти аналогами, в том числе китайскими. Вы сами понимаете, что такое ставить аналоговые детали. И в-третьих, эти детали ставить и обслуживать эти самолеты должны, сертифицированные специалисты, которые в этом понимают. Потому что недавно был случай, российский самолет, с ним инцидент случился, точнее, украденный один из тех. Инцидент случился, потому что они сняли с другого деталь и поставили ее вверх ногами. И у пилота там что-то отразилось неправильно, и, собственно, произошел инцидент. Ну, в общем, а, можно же сказать, да, Россия сейчас свои самолеты выпустит, и будет замена самолетов, бортов гражданской авиации. Не будет замены, потому что поставленная Путиным задачей на прошлый год 30 бортов выпустили, выпустили. И то, не то, что выпустили, да собирали. А остальные там отложили непонятно на какой срок. Поэтому вот такая вот история. Но Россия в ответ на заявление Европарламента, бейте по территории России, пригрозили ракетным ударом. И вот этот Володин, спикер Государственной Думы, он сказал, что до Страсбурга подлетное время ракеты Сармат 3 минуты 20 секунд. Смотрите, посчитал, а я недавно делал выпуск, а что же происходит с российскими ядерными вот этими новиночками, кстати, можете посмотреть. Там есть и Сармат, пару выпусков назад. И Салливан, я говорю, Салливан, ты ли это? Салливан, который всегда осторожничал. Как-то там с Россией надо договариваться, переговариваться. Постоянно появлялся здесь перед тем, как Украина собиралась там асимметрично ответить России. Ну, в общем, Салливан вышел и сказал, США будут продолжать поставлять оружие Украине, несмотря на российские угрозы. Я не знаю уж выборы, тут не выборы, но базу за него сказал Столтенберг. Чем больше у Украины оружия, тем больше вероятность окончания этой войны. Потому что вероятность достижения мира между Украиной и Россией прямо зависит от увеличения поставок оружия. А Путин должен осознать, что он не получит желаемое силой. Золотые слова. Столтенберг вообще молодец, он перед уходом. Он вообще всегда про украинскую позицию такую высказывал. Жалко, что не все его слышат. Жалко, что так. Если вы думали, что Путин же... Вот частота фраз Путина все идет по плану, все цели будут достигнуты, постигнуты, настигнуты. Вот частота, как Лишизавр говорит эту фразу, она, мне кажется, соответствует проблемности. Потому что если вы думали, что все... Количество проблем, простите. Если вы думали, что все в России прекрасно, оказывается, тут Wall Street Journal раскопал, что до инаугурации Минобороны настаивало на новой мобилизации за несколько месяцев. Еще до инаугурации Путина, которая весной была. То есть тогда уже говорили, ну не хватает, не хватает. Потом пошли иным путем. Начали повышать сумму, за которую должен поехать и без украинских черноземах. И тут не все так гладко. Ну в общем, есть, конечно, еще у россиян вот эти вот персонажи, которых можно отправлять, особенно в депрессивных регионах. Уникальную формулу Путин разработал. Чем хуже живет регион, тем охотнее и за меньшие деньги поедут умирать. И когда ты открываешь в эту безысходность и тлен окно своей неотапливаемой квартиры, вот там туалет на улице у тебя, вот тут в грязи алкаши месяца там, а здесь громко Путин вещает из телевизора, вот такая картина, тут еще курица какая-то бегает по гаражу вот тут рядышком справа. Ты открываешь вот эти окошечка в свой прекрасный городок и понимаешь, что, наверное, тебе тоже пора так же, как вот тому персонажу. Или упиться тоже выход. А еще лучше, если ты станешь героем, превратишься в парту и за тебя выплатят много денег. Вот она, вот она формула, которую выдумал Путин. Поэтому хуже должны жить регионы, тогда охотнее пойдут, но и это уже не работает. И вот про монстров, этот балл сатаны, про тех архитекторов этого зла, которые там сидят, а у них же мы с вами просто вот... Мне очень понравилась эта дискуссия, которую мы в комментариях развивали, что вот это нудро гнилое, оно лезет, и оно снаружи, снаружи оно вот тут все у человека на лице. Посмотрите на эти рожи, которые заседают в Госдуме. Посмотрите на них внимательно. Валуев, Матвиенко. Посмотрите просто. Да там даже вот молодые по возрасту, как будто какой-то вот монстров собрали. Я уже молчу про Путина, Медведева и всех остальных. Шойгу, Герасимова. Так вот, то, что я обещал напоследок в России, проходит четвертый Евразийский женский форум. Ну, это как будто они там еще про права женщин, про мультикультурность, про какие-то женские предназначения. Это что за совковые какие-то нарративы. Так вот, на этом четвертом женском Евразийском форуме Матвиенко, та самая, которая Валентина, позорище украинской фамилии. Матвиенко, рядом с ней сидит Симоньян, там еще достойные тоже люди все. Так вот, она рассказала, ее что-то разорвало немножечко, она рассказала анекдот. Значит, и вы сейчас поймете. Я не знаю, можно ли было подобрать какой-то более удачный анекдот и рассказчика, и место, и время. Вот анекдот этот, она подумала, что это весело. Он звучит так. Две женщины просидели 10 лет в тюрьме в одной камере. И когда одна из них, когда их выпустили, точнее, обеих в один день, они вышли на свободу, открыли ворота тюрьмы, и еще два часа проговорили вот там вот. И все, и все, просто златозубая орда в гомерическом хохоте забилась в этом зале, потому что это так весело, это так классно. На женском евразийском форуме вот эти мизогинные стереотипы, что женщина это та, которая постоянно болтает, а что там женщина? Он у нее, ее место там у плиты, хорошо готовить борщ и так далее. Путин тоже вчера там поздравлял женщин. Вы там наши радости нам приносите. Кто тебе чего приносит? Какую радость? Ты своих дочерей эти женщины называешь. Поэтому Кабаева вообще запрятал куда-то. Где она сейчас там с Кабаятами сидит? Непонятно. Поэтому вот это просто анекдот про Россию. Женщина, надо было еще добавить, что две женщины просидели 10 лет в тюрьме за репост в одной камере и вышли за репост про Путина или про армию, и вышли и давай там болтать. То есть они же женщины, ха-ха-ха-ха-ха, они же женщины, они всегда болтают. Ужасно это все, конечно. Но такой у нас сосед. Поэтому я всегда говорил о том, что адекватные люди должны покинуть Россию. Кто может? Кто-то уже покинул. И Россия должна быть окружена рвом, таким с крокодилами просто. Как вот мне напоминает, это фильм «Зет». Помните, там на месте, где Израиль находится в будущем, там гигантская стена, и вот эти вот зомбаки, они там грибут, скребут ногтями по этой стене. Потом, конечно, они пробивают, прорываются, потому что стену надо выше строить. Ну вот примерно так я вижу Россия, которая ограждена, адекватные люди ее покинули, и там вот эти все зомбаки, пока друг друга не пережрут, ничем это не закончится. Или же захотят провести испытания ядерные, вот как Путин, наверное, захочет и уфигачит, простите, пол страны. Естественно, тогда это тоже все закончится. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, подписывайтесь на этот канал. Я всегда запускаю божественную такую вот, видите, плашечку уровня «Мой сыночка-дизайнер». Вот. Я ее сам сюда закрепил, вот в этой студии, в которой я записываюсь. То есть я не вот такой вот, а иногда что-то техническое тоже умею делать. Ну да ладно, хвастовство какое-то. Берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok